Добрый день, дорогие друзья! Сегодня проведет вебинар Иван Нефедев, но Ивану мы предоставим слово через несколько минут, а сейчас, как всегда, я хотел бы вас познакомить с полезными ссылками, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием, и в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца учебного года, до июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и она отвечает на вопрос, где будет размещена запись данного вебинара. Хочу также отметить, что на нашем видеоканале уже опубликованы записи более чем 350 вебинаров, проведенных в рамках Директ Академии. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсы, и на этой странице мы предлагаем вам пройти обучение онлайн по одному из 8 курсов, представленных на этой странице. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, поиска и выдачи сертификатов. После окончания вебинара вы можете по этой ссылке приобрести вебинар об участии в данном мероприятии. И я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся завтра, послезавтра и в понедельник. 15 ноября, завтра, Юлия Махначева проведет вебинар, который называется «Сбор и интерпретация библиометрических данных по Web of Science Core Collection с Копус и РИНС. Методические рекомендации». В пятницу вебинар «Теплицы социальных технологий», который проведет Мария Борисенок, координатор «Теплицы», будет называться вебинар «Платформа Теплосеть. От онлайн обучения к оффлайн активности». Мы всегда с удовольствием приглашаем коллег из «Теплицы социальных технологий», потому что это совершенно замечательная организация с большим образовательным бэкграундом, который ведет большую просветительскую работу. В общем, это наши люди, и мы их с удовольствием всегда видим в Директ Академии. Вот шестнадцатого будет как раз Мария проведет свой вебинар. Ну и, наконец, девятнадцатого наша постоянная ведущая Наталья Логачева. Кстати, у нее сейчас проходит очень успешный онлайн-курс. Проведет свой очередной вебинар своего трека, который называется «Научный руководитель диссертации. Где искать, как выбрать, чего ждать, как общаться». Трек Натальи посвящен работе над диссертацией. Ну что ж, я свою вводную речь закончил и приглашаю Ивана для того, чтобы он вышел на связь и провел свой вебинар. Иван, прошу на связь. Да, добрый день. Хорошо ли меня слышно? Ну, надеюсь, что все хорошо. Если вдруг что-то не так, пишите в комментариях. Я думаю, что буду я их постоянно смотреть. Сегодня, да, спасибо, спасибо, что ставите плюсики. Сегодня у меня вебинар посвящен вот о графикации образования и конкретно вот тому вопросу, который вот был предложен не мной, но вот интересный, интересный может получиться вебинар. Я постараюсь именно на вот этот вот вопрос и ответить. И сегодня мне бы очень хотелось, чтобы это был такой очень интерактивный вебинар. То есть вы, пожалуйста, принимайте максимально возможное участие. Я буду активно смотреть в чат на ваши ответы, потому что вопросов я буду задавать много. Так, давайте приступим. Ну, во-первых, да, это то, что, собственно, мы рассказали про графикацию очень многим людям. Тут конкретно написаны цифры в 60 тысяч человек, может быть, даже уже сейчас больше. И это очень разнообразная аудитория. Кстати, мне вот интересно, относитесь ли вы, включены ли вы в эти 60 тысяч человек? Видели ли вы меня или, может быть, Мирославу Бронникову, мы с ней в одной команде, какие-нибудь вебинары или, может быть, слушали наши какие-то подкасты? Вот, ну, просто мне интересно, не буду ли я сейчас повторяться и рассказывать то, что вы и так уже знаете. Напишите, пожалуйста, в чатике. Вот, рассказывали мы очень разным людям. Это, ну, и люди из бизнеса, и социальные разные проекты. Но очень во многом это было связано с образованием. Вот, и это были... О, отлично, отлично, здорово. Ну, то есть, кто-то видел меня уже, кто-то нет. Михаил очень рад встретиться, пусть и виртуально. Ну, отлично, сейчас мы все исправим. Значит, большинство все-таки мы с вами не встречались ни виртуально, ни реально. Так вот, значит, очень большая часть людей, которым мы все это рассказывали, это люди, связанные с образованием. Вот, как вы думаете, кто быстрее всех вообще понял, ну, что такое графикация, с чем это связано? Ну, вот из этих вот категорий людей, которым мы рассказывали. Напишите, пожалуйста, опять же, в чате. Я чуть-чуть подожду. И вообще вы имеете руки вот готовыми, пальцы готовыми для того, чтобы написать что-нибудь. Дети и педагоги, айти быстрее всех, думаете, да? Вот, потому что, еще раз говорю, вопросов будет много. Студенты. Отлично. Вот этот ответ, Ольга Владимировна, вот он прямо, прямо отличный. Потому что, действительно, быстрее всех поняли дети. И мы чуть-чуть позже вернемся к тому, почему это произошло. Школьные, да, школьные педагоги. Школьные, дошкольные, да, может быть, может быть. Ну, вот смотрите, на самом деле чиновники, например, да, люди пишут там, ну, или рассказывают мне, что, скорее всего, там, хуже всех, там, получилось все у чиновников. На самом деле чиновники, они тоже разобрались, то есть мы рассказывали, например, ну, вот из, то, что там было перечислено на предыдущем слайде, да, много кому, в том числе, вот, и, действительно, чиновникам. Вот, это такой интересный у нас был такой проект. Нормально они разобрались и достаточно быстро, и все у них хорошо прошло. Как вы думаете, у кого самые большие проблемы с тем, чтобы воспринять графикацию как некую концепцию? Кто, ну, у кого не очень хорошо получается понять, что это такое и, ну, воспринять ее? Да, тоже напишите, пожалуйста. Школьные педагоги. Еще какие варианты? Вузовские педагоги. Пока других вариантов нет. Педагоги старше 60. Вот это, пожалуй, может быть, самый такой близкий вариант ответа, но это не совсем, не совсем про профессию, да, ответ будет. С большим количеством регламентов. На самом деле, это те люди, которые считают, что они и так уже все прекрасно знают, да, то есть это те люди, которые, у которых, ну, в основном заполнен их стакан. То есть они, ну, не очень готовы воспринять, ну, какие-то новые концепции, а графикация, как, опять же, чуть позже я расскажу, это не такая уж и новая вещь. И на самом деле это просто способ взглянуть на уже знакомые вещи, как правило, это бывает именно так, ну, немножечко с другой стороны. И благодаря этому найти какие-то совершенно новые подходы, какие-то новые варианты, как можно общаться, ну, например, вот с учениками, если мы говорим про образование. Так что я очень надеюсь, что если даже ваш стакан сейчас достаточно сильно заполнен, вы его чуть-чуть вот так вот опустошите, по крайней мере, на время нашего вебинара, чтобы можно было попробовать встать на точку зрения и графикатора. Так, ну, это просто пояснение, почему, в принципе, я могу об этом рассказывать, потому что мы, получается, вот специалисты и в графикации, да, то есть мы достаточно большое количество уже проектов сделали в этом направлении, одновременно мы специалисты в образовании. Очень часто мы делаем проекты именно в области образования, и один из наших курсов, тот курс, который часть из вас проходила на Степик, он дважды был признан на конференции AdCrunch, это крупнейшая конференция по технологиям образования в Европе, лучшим онлайн-курсом в России. В этом году нас попросили не участвовать в этом конкурсе, ну, чтобы дать дорогу молодым, так сказать. Вот, так что, в общем, есть причина, почему я могу говорить о том, как применять и графикацию в образовании. Как вы думаете, кто такой среднестатистический геймер? Опять же, напишите, пожалуйста, в чатике. Пусть у нас будет мужчина, это М, ну, или мальчик, это М, а девушка или женщина, это будет у нас буква Ж. И, допустим, М17, это будет мальчик 17 лет, а Ж65, это будет, там, девочка 65 лет. Вот, пока что напишите об этом в чате, я пока поясню, кто такой среднестатистический геймер. Это тот, ну, с моей точки зрения, это тот человек, который проводит, ну, несколько часов в неделю, как минимум, в игре. И при этом он хорошо знает, там, например, что такое переход хода, что такое переход на новый уровень. И вот эти вот все вещи, которые, ну, достаточно распространенные в играх, какие-то элементы, инструменты, которые там используются. Итак, все пишут, что это мальчики, 10, 65, 14, 40, плюс-минус 40, ну, это хороший вариант, плюс-минус 40 мужчина, да, 15, 25. Хорошие, интересные ответы, женщина 15, 35 лет. Хорошо. Вот, смотрите, значит, как обычно воспринимают геймеров, да, это вот такой вот какой-нибудь, там, паренек лет. До 20 точно. Вот, и он постоянно играется либо в приставку, либо, может быть, в какие-то компьютерные игры. Также некоторые воспринимают геймеров, как, ну, вот, как таких людей, которые изображены сейчас на картинке. Вот, то есть это какой-то уже работающий человек, просто по вечерам он там рубится в консоль. Но бывают геймеры и примерно вот такие. Надеюсь, вам хорошо это видно. Это довольно взрослая женщина, которая играет в компьютерную игру. И ответ, на самом деле, находится, лучше всего его можно узнать либо в метро, либо в маршрутке. Потому что, если зайти в метро и посмотреть, во что, вот, люди, которые делают что-то в планшете или в телефоне, они, к сожалению, не так уж часто что-нибудь читают. Как правило, они заняты вот примерно какой-то такой деятельностью. И было произведено довольно много исследований, например, там, просто в буквальном смысле подходили к людям в метро, в метро в Белоруссии, в Минске, и смотрели, кто чем занимается. И потом спрашивали, какой возраст у человека. Или это исследование Mail.ru от платящей аудитории. И там, конечно, чуть-чуть отличается, если это на компьютере, или если это с телефона, если это платные игры, или если это бесплатные, и другие немножечко различаются параметры. Но, в целом, хоть в России, хоть в Америке, хоть в Китае, среднестатистический геймер – это женщина приблизительно 35 лет. Вот, что достаточно многих удивляет. Но, на самом деле, это, конечно, не означает, что играют там 35-летние женщины только. Это означает, что играть люди начинают, начиная там с года, да, или, может, чуть постарше. Он еще разговаривать не умеет, этот весьма молодой человек, а уже во что-то там играет на планшете. И вполне могут играть и до 70 лет, или старше. И при этом чуть-чуть только разве что перевес идет в сторону женщин. На самом деле, это примерно пополам. Но чуть-чуть все-таки перевес идет в сторону женщин. Так что можно сказать, что среднестатистический геймер – это женщина 35 лет. Так, еще буквально пару слов таких вводных. То, что всех нас окружает многозадачность, да. То есть, мы одновременно, например, смотрим или слушаем вебинар, и одновременно делаем что-то в телефоне. Мы постоянно окружены большим количеством девайсов, да, и при этом стараемся со всеми с ними справиться. И при этом игры воспринимаются обычно как нечто, что отвлекает людей от какой-то деятельности. Как еще одна дополнительная вот эта вот задача в этом многозадачнейшем мире. Вот, например, человек, похожий на председателя правительства России, играет в какую-то игру. Вот человек, похожий на депутата Государственной Думы, в месте которой тоже похожи на Государственную Думу, тоже занимается, видимо, какой-то не совсем производственной деятельностью. И возникает вопрос, вот почему бы не потягаться с играми на их же поле, да. И, собственно, игрофикация, она во многом именно этим и занимается. Ну, здесь перечислены просто некие возможности игрофикации. Их, наверное, даже больше. Не, наверное, а точно. Вот. И, ну, просто это те, с которыми мы имели непосредственное дело. Вот. И, соответственно, очень большое поле, где игрофикация может применяться. И давайте сейчас попробуйте ответить на тот вопрос, на вот этот вопрос, да. Кто такой игрофикатор или что такое игрофикация? Чем занимается игрофикатор? Буквально несколько слов напишите в чате. Это не экзамен, да. Я не проверяю, насколько вы знаете, что это такое. Я просто хочу узнать, что вы об этом думаете. И насколько совпадают наши с вами точки зрения. Вот. И сейчас я сначала дам, сразу же там на следующем слайде будет самое распространенное в мире, видимо, определение. А потом дальше будет то, как мы это видим. И интересно вот просто сравнить. То, как видите вы. То, как видит это там Себастьян Деттерминг устами Кевина Вербуха. И то, как это видим мы. Так. Команда, создающая продукт. Как что-то улучшить за счет игры. Связывает игру с чем-то жизненным. С образованием с работой и другое. Нормально. Хорошее и интересное определение. Играфикация построения процесса обучения в виде игрового пространства. Вот с этим вот чуть-чуть надо будет. Я отдельно поясню про отдельное игровое пространство в виде игрового пространства. И так. Тот, кто моделирует, сопровождает и адаптирует игровой процесс. Моделирует, сопровождает и адаптирует игровой процесс. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое за ответы. Очень интересно. Виртуализировать игровой контекст реальной задачи. Хорошо. Действительно большое спасибо. Это интересный акцент, который я сейчас постараюсь придать тому, что я буду говорить. Самое распространенное и самое известное определение дано Себастьяном Детермингом. И потом его популяризировал самый известный популяризатор такого направления, как геймификейшн Кевин Вербах. В своем курсе на платформе Курсера, которая так и называется геймификейшн, он дает вот это определение, что это применение игровых элементов и игрового настроения в неигровых контекстах. Но как автор этого текста, так и его популяризатор уже не очень им довольны. Потому что на самом деле это не совсем то, чем занимается играфикация и не совсем описывает ту сущность, которую она имеет. И возникает вот, например, такой вопрос. Может ли играфикация применяться в игровых контекстах? Вот вы тоже попробуйте ответить, пока я буду описывать один из вариантов, как именно играфикация может применяться в игровых контекстах. Может быть вы какие-то знаете другие примеры. Лучше не пишите сейчас да. Я сейчас про один пример такой расскажу. Расскажите про те примеры, которые вы знаете, как играфикация может применяться в игровых контекстах. Я расскажу про один пример. Значит, у нас есть такая задача, как бег. И вот мы ее превращаем, по сути, уже в игру, потому что мы ее, ну если мы ее делаем бегом на скорость. То есть мы соревнуемся сами с собой, и вот это уже такая некая игра. Но, если в этой игре, опять же, нам не достает игры, мы можем устроить в ней командную работу. И это у нас будет, например, эстафета. И это уже такая, получается, играфицированная игра. Но, если даже еще и эстафета надоела, то можно устроить то, что можно сделать на любом уроке физкультуры. Вы берете и раскладываете кольца в одном, в одной половине зала, ставите в другой половине зала две команды и раздаете им разноцветные футболки или там полотенца. И они должны будут играть в игру крестики-нолики. Нужно будет выложить, соответственно, три вот этих вот футболки или полотенца в ряд. И можете попробовать, вы убедитесь в том, что это, мягко говоря, увеличивает скорость бега и интерес этих ребят к тому занятию, которым они занимаются, к бегу в эстафете. То есть, играфикация, она, ну, действительно, очень часто применяется в игровых контекстах. Других вариантов я не дождался, но, в общем, их очень много. Таких примеров, когда спор. Я даже не знаю, что это. Будет здорово, если пояснить... Историю, в общем, да. Будет здорово, если поясните, что вы имеете в виду спор. Так. Поэтому мы придумали свое собственное определение, которое звучит так. Играфикация – это введение дополнительных игровых правил в любую деятельность. Может показаться, что оно звучит достаточно схоже с предыдущим, но на самом деле есть несколько особенностей. И в случае играфикации обязательно должны соблюдаться три, можно сказать, правила. Первое правило – это то, что с помощью внедрения играфикации должно становиться ученикам, работникам или там самому себе даже. Веселее, интереснее должен добавляться фан. Это очень такое многозначное слово в английском языке, которое непросто перевести, но, наверное, забава, веселье. Вот это вот что-то в этом роде. И при этом фан, он может быть очень разным для людей. Например, то, что вы видите сейчас на экране, для некоторых людей это тоже фан. В частности, например, для меня моя любимая игровая среда – это Excel. И я сейчас вообще ничуть не преувеличиваю и не шучу. Мне действительно нравится играть внутри этого инструмента. Есть большое количество разнообразных вариантов, как это можно сделать. Ну, типов фана может быть очень много. И есть, например, такая статья «Четыре ключа к фану», которую, видимо, никто практически не читает, но которую очень часто использует для того, чтобы говорить о разных типах фана. Вот. И в ней говорится о том, что фан четырех основных типов, и в том числе один из них – это «Хардфан». Тот самый, что вы видите Николь Вазара, автор этой статьи. Есть перевод… Нет, перевода статьи нет. Есть перевод вот этой картинки, и если вы мне напишите на почту, я в конце ее дам, я вам эту картинку могу прислать. Вот. Один из этих типов фана, «Хардфан», тяжелый, это как раз именно то, что вы видите слева. Примерно такие вот интерфейсы. Второе, что обязательно должно соблюдаться во время игрофикации – это обязательно должна быть связь с реальностью. То есть, один из самых распространенных, из самых известных примеров игрофикации – это когда таблица системы элементов, да, Менделеева, она превращается в игру «Морской бой». И если буквально за последние пять минут урока химии объяснить детям, что можно играть в морской бой, используя вот таблицу элементов, периодическую систему элементов, то можно ожидать, что к следующему уроку, если вы сможете зажечь людей, детей, к тому, чтобы они в это играли, они будут примерно знать, где находится конкретный элемент и примерно, как он называется. По крайней мере, они должны будут как-то друг с другом общаться. Только нужно им обязательно сказать, что нельзя ориентироваться на номера вот этих вот рядов и столбцов. Нужно именно называть сами элементы. И когда игра происходит в таком варианте, что «цинк! Мимо!», вот, это неминуемо приводит к тому, что дети запоминают, где находятся конкретные элементы. Ну и потом дальше эту игру можно усложнить и, например, сказать, что однопалубные корабли можно размещать только на инертных газах. И, соответственно, люди будут знать, где находятся инертные газы. Ну и так далее. Так вот, это к одному из акцентов, что игрофикация – это не отдельная какая-то специально сделанная реальность, а это некая, получается, надстройка над реальностью. У нас есть и так уже процесс. Допустим, это вот изучение того, изучение законов системы, периодической системы элементов. И мы над этим процессом, мы надстраиваем, мы делаем какую-то игру. Это не отдельная какая-то специальная игра на внешнем каком-то поле. Это надстраиваемое над тем контекстом, который у нас уже существует. И при этом всегда есть дети, которые не захотят в это играть, не захотят играть в морской бой на периодической системе элементов. Ну, потому что им нравится просто стараться понять, почему этот элемент находится на вот этом конкретном месте. Понять вот эти вот все глубинные законы. И для этих людей всегда должна быть возможность, чтобы они не играли в эту игру. То есть третье условие – это третье обязательное условие при внедрении игрофикации – это добровольность. Нельзя делать так, чтобы игра была обязательной для всех. И есть много достаточно цитат от известных гейм-дизайнеров или от педагогов о том, что когда игра становится обязательной, это уже не игра. И все игровое настроение, оно пропадает. Соответственно, графикатор – это тот, кто делает какие-то скучные процессы интересными, превращает какие-то сложные процессы в простые. И самая, наверное, хорошая аналогия – это вот такая вот дорожка. Как вы думаете, что будет делать вообще любой практический ребенок, если увидит вот такую дорожку? Напишите, пожалуйста, в чатике. И, соответственно, если мы говорим про понятие игрофикации, то вот в этом вот случае, когда у нас есть скучная дорога из пункта А в пункт Б, практически любой ребенок может превратить ее в увлекательное путешествие, добавив в нее прыгать как в игре в классике. Ну, в классике это может быть даже просто сложновато, или там не для каждого возраста. Но в целом, конечно же, правильно, да, что дети будут прыгать по определенным цветам. И, допустим, что красный – это лава, на него нельзя наступать. Или тетрис, да, вот, или что можно идти только по одному цвету, или одной ногой по одному цвету, другой по другому. Даже если не будет вот этих вот цветового решения, да, то дети очень часто начинают прыгать только по трещинкам, или еще что-нибудь. Они придумывают какую-то историю, что-то превращает передвижение из пункта А в пункт Б во что-то увлекательное, во что-то интересное. При этом, то, о чем мы с вами только что говорили, да, он превращает эту скучную дорогу в интересную. Он, если мы говорим про вот эти вот правила, да, что ему становится веселее. Это, естественно, имеет связь с тем действием, которое он проводил. То есть он действительно передвигается из пункта А в пункт Б, причем он, скорее всего, будет передвигаться быстрее. Потому что он будет прыгать, и это быстрее, чем идти. И в любой момент он может опять начать двигаться, ну, как все законопослушные дети. Вот. И, по сути, любая игра, а также любая игрофикация, это добавление каких-то ненужных, избыточных проблем, которых до этого не существовало в каком-то конкретном контексте. Которые делают этот контекст более простым, как бы это странно ни казалось, и более увлекательным. Вот что такое игрофикация с моей точки зрения. И это то, чем мы занимаемся. И, в принципе, ну, вот да, любой ребенок об этом знает, и любой ребенок знает, как это сделать. И, с одной стороны, это немножко даже удивительно, что приходится там семинары какие-то проводить, вебинары, курсы какие-то читать, книги писать про это. А, с другой стороны, хотя внешне все вот так вот достаточно просто, тем не менее, внутри там есть большое количество законов, которые, ну, не такие уж и простые. И нужно знать, как с ними работать. Давайте еще один вопрос. Как вы думаете, вот, графикация в образовании... Ну, вообще, наверное, в этом вопросе уже все заранее сказано. Естественно, можно найти примеры в истории. Можете ли вы какие-то примеры в истории еще мне сказать, кроме того примера, который я сейчас скажу? И, может быть, еще один вопрос. Знаете ли вы, кто придумал пазлы? Вот вообще такую концепцию, как пазлы. Некие... И как это использовалось? Это некие элементы, да, неправильной формы, которые друг к другу представляются и создают некую целостную картину. Да, вот кто первым в мире использовал пазлы и для какой цели. А также, и, как вы, наверное, уже догадались, это пример и графикации. И причем в образовании. И, как вы, может быть, знаете, какие-то другие примеры. Если вы их знаете, напишите об этом, пожалуйста, тоже в чатике. Китайская игра с дощечками разной формы. Но это близко. Может быть, это еще и... Хорошо. Точню, в Европе. И именно как концепцию пазлов, именно в том виде, в котором мы их видим сейчас. О, отлично. Отлично, отлично. Есть правильный, да, ответ. О, вы заглянули в Википедию, да? Ну, ладно. Причем, был такой сэр Джон Спилсбери. И это не первая, к сожалению, карта. Первая не сохранилась. Но первую карту он сделал про Великобританию, про те графства, которые там были. Он наклеивал карту, разрезал ее, наклеивал ее на кусочки дерева. И первые 150 лет пазлы по-другому никак не использовались. Потому что технология была достаточно сложная. Нужно было все это вручную наклеивать. И использовалось это исключительно на уроках географии. И только потом, больше чем через сотню лет, научились производить их промышленным способом. Ну, примерно так, как это делается сейчас. И они очень быстро завоевали свою аудиторию именно как игра. Но в целом все было придумано именно для образования. И, ну, конечно же, это и графикация. Так, тут небольшая классификация о том, что такое графикация в образовании. Ну, сейчас буквально быстренько ее пробегу. Да, ноу-хау. Ноу-хау. Ну, все новое, хорошо забытое, старое. Так что люди настолько забывают о том, как все на самом деле появилось, что, да, действительно открывается все заново. Ну, идея-то хорошая и, наверное, как ноу-хау вполне себе подошло. Так вот, если мы берем такую вот растяжку, получается, да, что, ну, краткосрочное и долгосрочное взаимодействие и очный дистанционный формат, то с краткосрочными дистанционными форматами графикации вы, конечно же, все прекрасно знакомы. Это разные тесты, которые вы можете увидеть в интернете очень много. Они в той или иной степени, как правило, бывают и графицированы. Наш курс, который был на степике, это как раз вот такое через долгосрочное взаимодействие дистанционный формат. Было это все на протяжении шести недель и, соответственно, ну, такая длительная, достаточная вещь. И там, конечно же, тоже все было и графицировано. В реальности такое долгосрочное взаимодействие тоже довольно часто встречается. Это, например, ну, вот Айкидо или какие-то другие единоборства. Отвечу на этот вопрос тоже. Айкидо, да? Вот и другие единоборства, где вот эти вот пояса, это, ну, тоже некие ранки, некие уровни, которые должен пройти игрок. Ну, еще и у детей на, допустим, желтый пояс наклеиваются, нашиваются специальные красные маленькие полосочки. То есть он даже не может перейти на целый уровень. Он может перейти только на, ну, через несколько ступенек. Пройдя несколько ступенек внутри желтого уровня. Ну, и то, о чем мы с вами говорили, краткосрочное взаимодействие в очном формате, тоже достаточно распространенная вещь. Вот. Давайте, наконец, перейдем к тому вопросу, который заявлен в начале этой, как основной вопрос для вот этого вебинара. К сожалению, игрофикацию очень часто воспринимают как инструмент и причем как инструмент управления поведением людей. В принципе, может быть, даже уже по тону, по-моему, понятно, как я к этому, ко всему отношусь. Но вот давайте сейчас чуть подробнее про это поговорим. Кто-нибудь слышал про такой проект, который называется Bookit от такой компании, как Pizza Hut? Если слышали, напишите об этом, пожалуйста, в чате. Хорошо. Рассказываю. Значит, в Америке, в США, достаточно давно, уже лет 30 назад, может, чуть побольше, была такая акция. Естественно, Pizza Hut это сделала как рекламную акцию, но делали они это вроде как с благими намерениями. Ученики в школе, особенно в младшей школе, они могли за прочтение книги, если они смогут доказать во время небольшого опроса учителю, что они прочитали эту книгу, они могли получить некий талончик или жетончик. И, собрав несколько таких жетонов, они могли получить бесплатно пиццу в этой вот Pizza Hut. Как вы думаете, к чему привела такая политика, к чему привел вот этот вот проект? Какие были его итоги? Напишите, пожалуйста. Рост клиентов. Том Сойер с билетиками и библией. Близко. Близко. Действительно, это такая... Отличный пример взлома и графицированной системы. Ну и, конечно, того, о чем я сейчас скоро. Проблемы со здоровьем у детей. Окей. Хорошо. И давайте я парочку еще таких наводящих вопросов задам. Как вы думаете, вот эти вот книги, которые читали дети, были ли они толстыми или тонкими? Было ли в них много картинок или мало картинок? Какой был в них шрифт? Крупный или мелкий? И так далее. Ну, пока вы другие какие-то варианты пишете... Ага, да. Я расскажу немножечко дальше. Кто-нибудь из вас слышал про такую вещь, как жетонная экономика? По-английски это называется token economy. В Википедии можете не смотреть, потому что про это нет на русском языке. Да. Хороший, хороший, правильный ответ. Слышали ли вы про жетонную экономику? Нет, не слышали. Хорошо. Рассказываю. Все очень просто. В принципе, понятно из самого названия. Все это идет из бихевиоризма. За обучение. Не обязательно за обучение. Значит, что такое? Какой у нее механизм? Есть некие, так называемые, целевые действия. Ну, например, там, прочтение книги. Да, да. Значит, это прочтение книги или, например, правильное поведение или еще что-нибудь в этом же роде. Человек это действие совершает, и ему за это действие дается жетон. Это может быть и натуральный жетон, сделанный там из пластика или из дерева, или еще из чего-нибудь такого. А также это может быть некий виртуальный жетон. И обычно их называют поинтс, баллы. И потом этот участник может эти жетоны обменять на так называемые замещающие подкрепления. Например, он виртуальную валюту может обменять в виртуальном магазине на какие-то предметы. Да, действительно, эти жетоны имеют хождение только внутри вот этой вот системы. И это довольно часто можно видеть, ну, в том числе, например, и, ну, скажем, в детских лагерях. Да, там, где выдаются жетоны за то, что ребенок моет посуду, например, или дрова, например, колет. И потом в итоге он может найти, ну, может быть, у вас и в школе есть, за участие в мероприятиях. Это интересно. Вот сейчас посмотрим, к чему обычно это приводит, да, за участие в мероприятиях. Потом этот человек, участник, да, он может обменять эти жетоны на какие-то полезные, на полезные штуки внутри вот этой, внутри вот этой системы. Также это используется иногда и в организациях. То есть берется некая виртуальная валюта и потом можно обменять эти виртуальные баллы на какие-то товары в виртуальном магазине. Так, хорошо. Смотрим дальше, что происходит. Купоны в кофейнях на подарочную чашку. Ну, может быть, может быть, достаточно близко. Так, смотрите, какой происходит у нас, как это выглядит этот механизм. Соответственно, у нас по одной оси это повторяемость целевых действий, ну, допустим, там, чтение книг, да, а по другой оси у нас это время. И вот эта вот тоненькая полосочка, которую вы видите, это та повторяемость целевых действий, которая была до введения жетонной экономики. Потом мы берем и вводим в систему вот эти вот жетоны. Мы начинаем награждать людей за выполнение целевых действий. Обычно достаточно резкий такой происходит рост. Он может быть даже и на 50%, может на 30%, ну, в общем, он такой прям значимый и конкретный. Потом, потом всегда происходит некое снижение активности, да, то есть вот это вот награждение, да, оно становится таким базовым уже фактором, да, то есть люди считают, что это нормально, то, что их награждает, и у них опять чуть-чуть снижается вот эта вот целевая деятельность. Но потом можно назначить, например, двойную оплату, да, или какие-то более высокие, более значимые призы, или еще что-нибудь в этом роде. Но потом, через какое-то время опять начинается снижение. Потом можно это еще чуть-чуть усилить, ну, и так вот там пытаются это все балансировать. Но, как говорится, ничто не вечно под луной, и в итоге всегда либо прекращаются, ну, либо кончаются жетоны, да, то есть там что-то произошло, либо кончаются товары в виртуальном магазине, или просто система, ну, перестает работать, потому что, ну, например, спонсоров больше нет, которые готовы обеспечивать вот эти вот товары в конце. Это, ну, вообще-то происходит всегда. Долговечных систем, которые там тысячи лет существуют, по крайней мере, я не знаю. Именно вот связанных с этой вот, сделанных по принципу вот этой жетонной экономики. И что происходит в конце? В конце происходит всегда вот такой график, да, когда то целевое действие, которое мы подстегивали, подстегивали вот этим вот выдачей жетонов и выдачей потом за них каких-то призов, да, оно падает ниже того уровня, который был изначально. Это происходит вообще всегда. И есть еще одна довольно страшная особенность, про которую вот Наталья Сергеевна только что написала. Это эффект замещения. Внутренней мотивации на внешнюю. Есть много разных примеров, как это происходит. Но в данном случае что происходит с книгами? Ребенок, допустим, он читал или хотел научиться читать быстро, ну, потому что ему нравится читать, потому что он любит книги, потому что он любит погружаться в те истории, которые в них рассказываются и так далее. И когда мы ему предлагаем какую-то внешнюю награду, вот эту вот там конфетку, ну, или в данном случае пиццу, да, смещается акцент с внутреннего вот этого желания читать на вот эту внешнюю награду. И через какое-то время ребенок уже без вот этой внешней награды он читать не будет. И он оценивает вот эту вот важность и свое желание читать уже не в возможности погрузиться в этот новый мир, а в том, сколько он пиццы за это получит. Так что, как выразился один доктор, результаты проекта BookKit – это большое количество толстых людей, которые не любят читать. Вот. И на самом деле вот таким вот образом понимаемая графикация, да, как такая поверхностное предложение вот этих вот внешних наград, она, ну, всегда ведет к этим результатам, как вот показано на вот этом графике, когда итоговое снижение активности, как только отменяется какой-то вот этот вот, как только отменяются какие-то награды. Ну, по какой-либо причине. А еще раз повторюсь, такое происходит, к сожалению, всегда. Спонсоры по какой-то причине всегда перестают в итоге вознаграждать. Ну, в том числе, например, из-за того, что ребенок вырос, он закончил школу, ему больше не дают пиццу и все, и больше. Или не ставит оценки за прочитанной книги. И все, и значит, он больше не читает книги. Поехали дальше. Как обычно воспринимают и графикацию? Опять же, к сожалению, воспринимают ее очень поверхностно. Приблизительно, как тот инструмент, который я только что описал. А именно это вот то, что в английском языке называется PBL. Points, Budges, Leaderboards. Все вы отлично их знаете. Points – это очки, которые выдаются за какие-либо игровые действия. Бейджики – ну да, это некие такие ачивки, бейджики, которые выдаются за какие-то чуть более сложные действия. И если ребенок или другой какой-то игрок получил довольно много бейджиков, он может поучаствовать в рейтинге в лидерборде. Конечно же, вы знаете подобные примеры в образовании. Здесь, кстати, очень интересный этот рейтинг. Очень много в нем сразу же ошибок. И главное, конечно, это то, что все ученики с 5 по 11 класс находятся в одном рейтинге и соревнуются по итогам в какой-то там четверти. В принципе, это все можно показать, как люди обычно это все воспринимают. Как некий циферблат часов. Что вот у нас есть некие очки. Это секундная стрелка, которые выдаются за очень многие действия. За любое, мелкое даже, какое-то целевое действие. И потом, допустим, если набрал человек 60 очков, он может получить некий бейджик. И показать, что он достиг чего-то, набрал вот эти 60 очков. А потом, когда он собрал вот эти 60, много этих самых бейджиков, он может уже потягаться в каком-то лидерборде, в каком-то рейтинге с другими участниками этой игры. Вот так обычно воспринимается и так, на самом деле, выглядят очень многие, даже хорошие графицированные системы, если посмотреть на них просто снаружи. Не вдаваясь в то, что там внутри. Но при этом, как я полагаю, вы знаете, механические часы, если с них снять циферблат, они выглядят чуть-чуть сложнее. И вот эти вот там бейджики, лидерборды, награды, это, ну вот, допустим, три или четыре из вот этих вот шестеренок. А сама система, она, ну, действительно сложная. И нужно, чтобы они там друг с другом были в соответствующем положении по отношению друг к другу. И там еще много достаточно других деталей, не только шестеренки. То есть, хорошая, правильно сделанная и графицированная система, это очень сложный механизм. Есть такая пирамида элементов, которую уже упоминаемый мной в Вербах придумал. В ней 30 самых распространенных игровых элементов. Я не совсем согласен с тем, что это самые распространенные, да, то есть здесь, например, нет прогресс-бара почему-то. Вот, но, тем не менее, это, ну, 30 тех элементов, которые используются очень часто в графицированных системах. И вы можете увидеть, что вот эти вот Points, Budges, Leaderboards, они вот жирным выделены в разделе компонентов. В этой пирамиде элементов. Вербах, Кевин Вербах. И можно сказать, что вот они, здесь находятся. Вот эти вот PBL. На самом деле, конечно же, элементов намного-намного больше. Мы используем порядка 300 элементов, когда мы создаем какие-то и графицированные системы. Я полагаю, что их тысяча, может быть, больше. И очень часто задают вопрос, а какой вот, какой инструмент нам использовать именно в нашей системе? И какой нам подходит лучше всего? И на этот вопрос не только очень сложно ответить, но он еще и не очень-то имеет смысл. Представьте, что у вас есть тысяча букв, да, или там, соответственно, наверное, это иероглифов. И вас спрашивают, а какой вот иероглиф подойдет в моем случае? И пока вы не разберетесь, что это за случай, или там, какая буква мне подойдет, пока вы не разберетесь, о чем эта история, для кого она и так далее, говорить о том, какую конкретную букву использовать, да, это, ну, точно не самый правильный подход. И, соответственно, создание и графицированной системы нужно начинать с цели, и причем очень конкретной, для чего вы это делаете. Это отдельная большая история. И давайте ответим еще на один вопрос, который был обозначен как в названии этого вебинара. Является ли и графикация баловством? Есть много примеров, и это просто, наверное, самый известный, о том, что и графикация – это достаточно мощная сила. И вот этот вот проект Foldit, он был посвящен тому, чтобы расшифровать вирус, структуру генома, вируса спида, который вот у макак. И для этого нужно было складывать элементы вот этого вируса в специальной игре, которая, ну, выглядела примерно так, как вы видите в правой части экрана. И первые, самые начальные уровни, они были достаточно простыми, потом они были все сложнее, 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 а последние уровни на них не было вообще никакого ответа, потому что ученые над этой проблемой бились, если я не ошибаюсь, 12 лет или 15 лет, а потом обычные люди со всего мира, когда они стали играть в эту игру, как вы думаете, за какое время они смогли расшифровать эту непростую задачку? Ну, вы пока отвечайте, я перейду к другому слайду. Будет очень интересно узнать, как вы думаете, за какое время они разгадали это все? за год, за месяц. Хорошо. Ну, подожду еще, может быть, другие какие-то варианты. Вот. Несмотря на то, что игрофикация – это мощнейшая вообще, мощнейшая вещь, многие ее путают с манипуляцией. И есть очень много роликов, да, в интернете, которые этому всему посвящены. Или, например, в сериале «Черное зеркало». Есть даже несколько серий, которые, ну, именно про это. Шесть часов. Ну, ладно, в общем, варианты про предыдущий вопрос – это за год, месяц и за шесть часов. На самом деле, разгадали они все это за десять дней, но это не шесть часов. Но все-таки достаточно быстро, если сравнивать с пятнадцатью годами, которые потратили ученые. Просто этих людей было очень много, и это была достаточно техническая задача, но при этом она была так оформлена красиво, что люди с удовольствием в это играли. Так вот, многие путают игрофикацию с манипуляцией. И как вот она является мощным инструментом, когда мы говорим про какие-то добрые дела, а есть еще много других разных примеров, которые я тоже мог бы и могу привести. Точно так же есть много примеров, когда она прям по-настоящему глобальное воздействие манипуляция вот это вот имеет. И про один из них я вам сейчас расскажу. В интернете несколько лет назад, по-моему, уже три года назад, появился ролик про некую систему, которая называется Сезам Кредит. На самом деле, этого года, года она станет обязательной. Что еще говорится в подобных роликах и статьях? Они, к сожалению, повторяют очень друг друга, и по сути это переписывание одного и того же, ну просто потому что китайский официальный язык это не самый простой язык для перевода, и поэтому, в общем, далеко не все могут с этим справиться. О чем эта игра? Конкретно Сезам Кредит. Есть некие пять параметров, в основном они такого финансового плана. Как часто человек и как вовремя платит по счетам, какой у него счет в банке, сколько он делает покупок в интернет-магазинах, на какую сумму и так далее. Вот. Но в ролике говорится о том, что через какое-то время, и сейчас уже это учитывается, но не явно, а когда-то будет явно учитываться, какие конкретно продукты будет покупать этот человек. И, например, если он покупает японские товары, а я напомню, это все происходит в Китае, то значит он поддерживает, ну он не патриотичен, и, соответственно, ему можно понижать некий рейтинг. Это все вот оформлено в виде, Сезам Кредит оформлен в виде рейтинга от 300 до 900 баллов, и, соответственно, чем, ну, чем более правильное поведение с точки зрения системы у человека, тем он больше баллов может заработать. Вот. И кто разработчик, конкретно разработчик этого Сезам Кредит, это Алибаба и ее подразделение, я забыл, как называется. Вот. Но чуть позже я скажу еще другие вещи. Так вот, учитывается вот сейчас только количество денег, а якобы в будущем будет учитываться еще и то, какие продукты покупает китайский товарищ. И если он покупает китайские товары, то тогда у него рейтинг будет расти. Если он будет покупать иностранные товары, то тогда рейтинг у него будет снижаться. К тому же еще и категория товаров. Если он будет покупать игры, например, пусть даже и китайские, то, опять же, у него будет там снижаться рейтинг. А если он будет покупать подгузники, то у него будет он расти. Вот. И еще о чем говорится, это о том, что будет учитываться то, с кем общается человек в соцсетях и вообще, кто у него в контактном листе. И, если у кого-то будет низкий, то этот рейтинг будет снижать рейтинг тех, с кем он общается. Что будет естественным образом приводить к тому, что их будут расфренживать, удалять из телефонной книжки и так далее. И получится такое сообщество изгоев. Может быть, они объединятся в сообщество, а может быть, они будут одиночками. Те, которые действуют вопреки воле партии или, да, как в черном зеркале, только может быть еще хуже. Так вот, сейчас я расскажу то, что известно сейчас. На самом деле, конечно, происходит большая путаница. Вот этот вот Сезам Кредит, его путают с большим количеством других систем. Есть государственная программа, которая действительно, она называется социальная кредитная система. При этом слово социальная в ней более важное. И для чего это делается? Сейчас Китай проходит стадию урбанизации и, ну, откровенно говоря, у них там не всегда самые... В общем, приезжают люди из деревни, которые не очень хорошо знают, как себя нужно вести в городе. И просто один такой пример, который я прочитал, это про то, что женщина, которая садилась в самолет впервые в жизни, она кинула на счастье в мотор самолета монетку. Из-за чего пришлось всех оттуда эвакуировать. Четыре часа доставали эту монетку, но потом, слава богу, он взлетел, этот самолет, и все нормально. В общем, люди не очень понимают, как себя нужно вести в городе. И с помощью вот этих вот систем, да, их стараются, хотят обучить. Это такая главная мысль. И есть два основных правила внутри этой системы. То, что... Которое можно перевести примерно так. Нарушил в одном поле, да, в одной отрасли ответственен во всех. И второе, это нарушил сегодня ответственен всю жизнь. И, соответственно, допустим, если какой-то человек в студенчестве, он во время вечеринки напился и подрался с кем-то, это может повлиять на то, что его никогда не выберут чиновником. Или, например, что его дети не смогут потом учиться в какой-то привилегированной школе. Или, в общем, у него... Вот такая генеральная идея, что у него будет снижен этот рейтинг. Американский генеральный прокурор. Так вот, что же происходит? На самом деле, Сезам Кредит, так же, как еще 8 других программ, это программы частные. То есть, это какие-то частные инициативы, пусть и от крупных каких-то компаний, вот типа того же Алибабы. Но само государство, оно сейчас проводит в разных источниках, получается, там чуть-чуть по-разному. Но точно не меньше 30 разных пилотных проектов, а, видимо, больше 40. И в каждом из этих пилотных проектов участвует несколько миллионов человек. И при этом совершенно неизвестно... Ну, эти правила в каждом из этих пилотных проектов, они поменялись... Ну, в некоторых из этих проектов они поменялись уже очень сильно. И поэтому неизвестно, что останется в итоге в той системе, которая, видимо, действительно будет введена для всего Китая. Какие, например, сейчас есть там правила? Это, ну, в некоторых из пилотных проектов. Например, если человек не заплатил вовремя какой-то долг, то каждому человеку, который ему позвонит по телефону, вместо гудка, автомат сообщает, что вот там такой-то человек должен вот столько-то, столько-то. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он оплатил этот счет. Это вот вместо гудков такое происходит. Или, например, в той деревне, где этот человек родился, огромное табло, на котором есть указаны сверху те, кто себя очень хорошо ведет, и такие прям показательные граждане. И есть те граждане, которые проштрафились и делают что-то не так. Есть такие системы, ну, есть такие варианты, да, как когда, например, эти баллы могут сгорать, да, и там перевел бабушку через дорогу, получил хороший плюс. Если ты купил, например, билет на поезд, то тогда ты должен потратить не только деньги, но и вот эти вот баллы. И так далее. То есть есть много разных вариантов, и вообще нет никакой гарантии, и никто не может сказать, какие конкретно останутся механизмы из тех, которые сейчас опробуются. Вот. Но на данный момент уже существует такая вещь, что, ну, людям, например, отказывают, даже если у него есть деньги, да, он не может, например, купить билет на самолет, потому что, ну, только начиная с определенного уровня, с определенного количества баллов он может его покупать. И даже если он, например, купил самолет, ну, купил билет на самолет, но с тех пор у него снизилось количество этих баллов, то он не может им воспользоваться. То есть он даже приехал в аэропорт, но он не может полететь, потому что у него снизилось количество баллов. Там есть много других еще спорных вопросов, минусов, о которых я мог бы рассказывать, но мы уже даже чуть-чуть превысили наше время. В общем, это, мягко говоря, мощная штука, и я надеюсь, ну и это, конечно же, не играфикация, сейчас на следующем слайде будет наше мнение нашего клуба, мнение, почему это не играфикация. И я надеюсь, что я ответил на вопрос, является ли играфикация или манипуляция, которая притворяется играфикацией баловством. Так вот, не очень понятно, что такое манипуляция, как ее определить и как ее отличить от играфикации, но точно совершенно, что если игра является обязательной для всех, если это не какая-то по выбору вещь, и если в ней преобладает негативная мотивация, то это точно не играфикация, это некая манипуляция. И привести все это может к результатам похуже, чем в черном зеркале. Вот. Так, ну, на этой, может быть, не самой позитивной ноте я буду заканчивать этот вебинар. И если вы запомните из этого вебинара всего одну мысль, пусть это будет вот именно вот это, что играфикация – это не инструмент управления людьми, и это небывовство. Вот. И не зная тех законов, по которым она работает, можно очень легко напортачить и сделать много всего неправильного. Вот. Сейчас я буду готов ответить на ваши вопросы. Тут у меня есть некие контакты. Если вы еще... И если вы напишите на почту, что у меня вот на вот эту yfoot.ru, то я вам могу прислать вот этот вот четыре типа фана Николь Лазара, о которых я говорил. Вот. И курс. Сейчас я рекомендовал бы записаться на вот этот вот вариант, да, 1232, который steppic.org slash 1232. Я бы не хотел рассылать эту презентацию. Если вам она нужна, если вам, если вы хотите получить эту презентацию, то тогда напишите, пожалуйста, вот на... На вот этот адрес. Вот. Соответственно, да, я пришлю его вам. И пришлю ее вам, скорее всего. По поводу курса. Смотрите, на самом деле, если вы уже проходили курс, вы могли заметить, что сейчас я... В некотором роде даже противоречил тому, что я рассказывал... Что мы рассказывали во время нашего курса. Очень много всего. Я сейчас пишу просто в чате то, как можно со мной связаться. А также адрес того курса, на который можно записаться. Вот. Написал и адрес, и, соответственно, и другой адрес. Адрес курса. Так вот, очень многое поменялось. У нас появилось больше опыта. Мы поняли, что на самом деле в том курсе, может быть, мы хорошо или даже очень хорошо, где-то, может быть, даже талантливо, я не знаю, обучали. Но, видимо, обучали чуть-чуть не тому. Как минимум, не там мы расставили акценты, потому что есть, например... Мне известен, например, случай, когда в одной компании внедрили наказания, которые были прописаны в трудовом кодексе, и оформили это все в виде игры, и потом сказали, что все это они сделали благодаря нашему курсу. Вот это такие шокирующие вещи, да, они заставили нас очень сильно все пересмотреть. И сейчас в большей степени я сконцентрирован, мы сконцентрированы с Мирославой, на написании книги. И это оказалось сильно сложнее, чем я предполагал. В общем, я на эту книгу уже потратил, ну так, я приблизительно посчитал, 2000 часов потратил на эту книгу, потому что очень сложно рассказать об этом внешне простом инструменте, о том, что он не такой уж и простой, и о том, ну вот, то, о чем я сейчас рассказал, только это все передать так, чтобы вообще никак не возникло никаких сомнений, что это реально опасный инструмент, или это даже не инструмент, да, может быть, это наука целая. Это реально опасная и очень мощная вещь. Вот. Как минимум, это не инструменты инструментарий, которые нужно использовать очень осторожно. И, как сказал один мой друг, что это как ножик, или, может быть, как топор, что можно хлебушек порезать, а можно зарезать человека. И причем можно нечаянно зарезать человека, надеясь порезать хлебушек. Вот. По поводу курса я знаю. Знаю. Нет активной кнопки. Там должна быть. Должна быть активная кнопка. О том, что на него можно записаться. Но если вы уже записаны, то значит вы не можете записаться. А я полагаю, что конкретно вы, вы уже записались. Так вот. Сейчас у нас, вот, прям точно уже, что в этом месяце у нас мы допишем книгу, потому что я, кажется, наконец-то все уже, окончательно нашел ту структуру, которая будет. Потому что книга была уже написана в апреле, потом мы ее еще раз написали в мае, потом мы ее еще раз переписали в июне, потом еще раз в сентябре, и сейчас мы ее делаем еще раз. То есть это такая очень, много мы это переделывали. Мы записали для курса еще столько же видео, сколько в нем было, да, только это уже обновленное с другими акцентами, с теми акцентами, которые вы уже слышали. И поэтому, я не знаю, я очень хочу его сам запустить очень скоро, и каждый раз вот есть ощущение, что вот сейчас-сейчас, ну, в общем, я даже сейчас не буду вам обещать. Книга будет точно в ноябре, и я вам очень рекомендую оставаться на связи и, ну, например, написать мне на почту, и тогда вы одними из первых узнаете о том, когда она появится. И курс, ну, я тоже очень надеюсь, что мы запустим уже все-таки в этом году. Эх, я тоже очень жду, но я надеюсь, что я поясню, почему, почему так все затягивается. Это на самом деле очень сложная штука рассказывать о том, что простая вещь не является такой уж простой, что она на самом деле сложная, и при этом написать об этом просто. Вот так. Вот. И, как говорил Пушкин, что пишется за час, за час и забывается, или как-то так. В общем, у него есть какие-то такие слова. Вот. И о том, что пишется легко, то читается с трудом. Вот. В общем, я очень надеюсь, что так же, как и курс у нас был лучшим в России, точно так же и книга. Она будет как минимум такого же уровня. И, ну, по крайней мере, пока я могу сказать, что эта книга это лучшее, что я когда-либо сделал в своей жизни. И, ну, я надеюсь, что и курс... Я надеюсь, что про свой каждый следующий проект я смогу говорить такие же вещи. Ладно. Такая у меня какая-то длинная лирическая... Нет времени написать быстро и коротко. Да, да. В общем, я стараюсь написать быстро, понятно, легко и коротко, но это по-настоящему сложно. Сложнее, чем я ожидал. Вот. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Если у вас есть еще вопросы, особенно, если они есть именно про материал, который я рассказал по существу этого вебинара, я с удовольствием сейчас на них отвечу. Еще парочку минут я могу подождать. Вот. И на самом деле буквально про каждый слайд я могу рассказывать такой же часовой этот вебинар. Вам спасибо большое, что оставались на связи. вот. И надеюсь, что мы останемся на связи и дальше. И ну да, я очень надеюсь, что вам понравится и книга, и тот курс, который у нас все-таки скоро будет. Все, всем спасибо. Если вопросов нет, я тогда откланиваюсь и я вот даже не знаю, нужно ли мне передавать слово. Важер, да, Иван, огромное спасибо за замечательный вебинар. Да, у меня тут как раз исчез интернет, я только-только вошел снова в систему, думал уже не застану. Спасибо, что продержались. Пока. Коллеги, я видел сегодня замечательный состоялся диалог, и это здорово. Вот, я вас всех тоже благодарю за участие в данном вебинаре. Я чувствую, что в нашей аудитории уже сложился такой устойчивый костяк людей, которые интересуются вопросами и графикации. Смотрю это и по прошлогоднему вебинару Ивана, и по вебинару Елены Локтевой, и вот сейчас по нынешнему вебинару. Конечно, я думал, что среди нас, среди преподавателей, библиотекарей, должно быть гораздо больше людей, которые этим вопросом интересуются, но тем не менее хорошо, что люди ходят из раза в раз к нам. Еще раз всем большое спасибо, Ивану двойное спасибо за замечательный вебинар. Жду вас всех на вебинарах Директ Академии. До новых встреч, до свидания. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok